Ребята, заболевшая тоже тема, на тему помыть ботобот. Мне, например, очень интересно, как вы с этим справляетесь. Как-то мой бот, чем керхером, не керхером, щетками, нещетками, губкой, какими моющими средствами. У меня, например, с этим большой опыт был, тогда я еще был мелкий совсем, мы ботоботы мыли там эфири, и чем-то как-то не терный, и каким-то аббитоном пытались себя опереть, чтобы они были сделаны. Вот, сейчас, например, я даже когда взялся на гараж, я взялся на тур, там и против, специально для каких-то вещей для шлема, для бот. Сейчас они, ну, не сильно испачканы, да, поэтому, как бы, керхер для этого не обязателен. Очень крутая тема, мотовож, вот, мы как бы используем ее и для мотиков, и для экипа, и для мотобот, и для шлема, на самом деле, я много чего и мою. Очень, очень правильная, правильная штука. Короче, набрызгали, ждем серии примерно, наверное, минуту, вот, она чуть съедает грязь. Затем я дорабатываю, это не обязательно делать, можно, например, брать сразу и смывать, но я, например, то есть я люблю, когда боты чистые, особенно если они белые. Вот. У меня есть вот такая вот щеточка, очень удобная, которая влезает во все труднодопустимые доступные места, швы везде, потому что очень не круто, когда-то, по-моему, табото, а у тебя потом вот здесь вот куски глины, там, или вот здесь вот, да, в щелках, в этих, как бы, все остается, но выглядит, на самом деле, так, достаточно пока. Одно щеточкой просто прям, бам-бам-бам-бам-бам-бам, пробежался, просто отдулся, все, то есть вот здесь вот все вымывается, вычищается, застежки, все, короче, все труднодоступные места. В принципе, вот здесь вот, да, можно увидеть, вот здесь вот все, все, как бы, прочищается без всяких проблем. Вот здесь внутри обычно остается очень много дерьма, которое, как бы, нужно вычистить. Вот. Это касается, что касается наружу, как бы, внутри, скажу честно, то есть сапожки я не стираю постоянно, потому что они потом ссыкаются, они становятся менее эластичные, я не люблю, когда боты дубовы внутри, но периодически все равно, там, несколько раз, не знаю, там, несколько раз в сезон, учитывая, что я использую, там, двое-трое паркод, как бы, я все равно достираю. То есть по такой же схеме есть также вот такие вот губочки, берешь сапожок, как бы, здесь его, там, с химией прорабатываешь, промываешь, сушишь, сушить, как бы, ну, многие, наверное, понимают и знают, да, что на батареях боту сушить нежелательно, вот, я, например, в гараже комфортно, когда есть теплый полк, аккуратно их наложил, он не сильно жарит, не сильно, так же, поэтому, как бы, естественным путем, скажем, самое, самое идеальное, когда они высыхают естественным путем, они потом комфортные, комфортные, в меру, в меру жесткие, то есть они не высыхаются практически, идеально работают, вот, поэтому, вот такие дела. Вообще, я люблю чистую экипировку и всех призываю к тому, чтобы выглядеть между правильной и следить за ней. Спасибо.